Я хочу представить слово Дмитрию Сибирцеву, директору театра имени Колобова «Новая опера», собственно, в театре, в котором и будет спектакль. И вручение премии, конечно, 30 сентября. Добрый день, дорогие друзья. Знаете, когда со сцены не принято говорить, что какой-то конферансье говорил «дорогие друзья». Но здесь можно, потому что я надеюсь, что здесь собрались все люди, которые с искренней теплотой относятся к имени Юрия Петровича. И действительно, как сказал герой фильма Игоря Костолевского «Тегеран-43», когда не осталось никаких документов, он сказал, да, но зато остается память, простая человеческая память. Это действительно так, но мы все обязаны эту память поддерживать. Мы должны обязательно сохранять то, что есть, насколько это возможно. Буквально совершенно неожиданно маленький такой экскурс, когда я был совсем маленьким и ходил под стол пешком. Меня, конечно, в театр на Таганке не пускали, но так сложилось, что я живу буквально через один дом от того дома, где жил Высоцкий. И моя мама была совершенно сумасшедшей заедлой театралкой и дома на кухне со своими подругами, с друзьями. У нас только и были разговоры о театре на Таганке. Но меня, я говорю, был маленький, не пускали в этот театр, но мама посмотрела все спектакли. Потом со мной вместе в одном классе учился Денис Золотухин, у которого мы были в гостях. Там, естественно, тоже были разговоры только об этом театре и о Юрии Петровиче. Поэтому, вот уже став директором театра, я был подготовленным человеком к тому, вот никогда не думал, что судьба сведет меня с этим удивительным человеком, у которого мне довелось и побывать дома, и вместе сидеть за вот таким столом так называемого худсовета, когда мы отбирали артистов для постановки «Школы жен». И в пример нашим и артистам, и режиссерам, и тем людям, которые сейчас достаточно вольно относятся к каким-то вещам, например, к творческой дисциплине или еще к чему-то, я хочу сказать, что, вы знаете, Юрий Петрович всегда приходил на все эти собрания, на наши заседания худколлеги, на так называемый сейчас, если можно так сказать, кастинг артистов по спектаклю «Школа жен», он всегда приходил раньше всех. Еще не было никого, он уже был на месте. То есть вот этому всему надо, безусловно, учиться. Я искренне благодарен и Каталине, и всем организаторам этой премии, что именно наш театр выбран для того, чтобы у нас вручалась эта премия. Это огромная честь для нас, и это лишний повод показать публике еще раз спектакль, который лично я очень люблю, потому что я считаю, что в него было вложено огромное количество положительной энергии тех людей, выдающихся людей, которые принимали в этом участие. И то, что мы стараемся поддерживать этот спектакль на том художественном уровне, на котором он был поставлен, те, кто видел этот спектакль, наверное, помнят, насколько там изумительные декорации, насколько там совершенно фантастически красивые костюмы, с каким юмором сделан этот спектакль. Я думаю, что, по крайней мере, я обещаю, что все это время, пока мне еще не надоело быть директором театра «Новой оперы», этот спектакль будет идти. Сейчас, слава богу, мы добились того, что... Ну и Каталин прекрасно знает, что в этом спектакле есть, например, такие персонажи, как два философа, их исполняют контртенора. Найти двух контртеноров равного класса достаточно сложно. И, по крайней мере, одного мы все время приглашаем. Это Володя Магомадов, замечательный певец, который постоянно поет в этом спектакле. Ну а второго мы, честно говоря, в основном из-за этого спектакля и взяли в Штаты. Вот теперь 30-го числа у нас дебютирует Артем Крутько в этом спектакле. Я надеюсь, что благодаря им этот спектакль может идти чаще. У нас замечательные исполнители партии Мольера. Я еще желаю огромного успеха дирижеру, который вводится в этот спектакль. Это Юрий Медяник, он впервые встанет за пульт этого спектакля 30-го числа. Ну а тем, кто по каким-либо причинам, хотя я не вижу причин, по которым вы можете не прийти 30-го сентября и на вручение премии, и на «Школу жен», я, конечно, приглашаю на дальнейший спектакль, потому что «Школа жен» внесена в программу нашего традиционного крещенского фестиваля, который пройдет в январе-феврале. И я думаю, что вот то, что мы сейчас делаем, то, что к нам приходит Игорь Ушаков, режиссер Большого театра, который поставил этот спектакль, мы надеемся, что ему уготована еще долгая и хорошая сценическая жизнь. Поэтому я всех приглашаю и еще раз искренне благодарю за то, что эта премия, которая будет вручена действительно выдающимся и достойнейшим людям, все эти кандидатуры мы можем только поддерживать и говорить, насколько замечательны и вкус, и действительно чувства, и та позиция, которую вы выражаете. Я выражаю вам искреннюю признательность и жду вас в нашем театре со всем радушием, которое только возможно. Спасибо.